Я, впрочем, всегда питал симпатию к ядам. Весьма тактичное средство. О траве человека, и он даже не поймет, что его убили. Ремесло ассасинов состоит в том, чтобы менять течение реки, аккуратно убирая камни. Если использовать яд, люди и не догадаются, кто подвинул валун. Храм Вененум Агентов данного храма готовят к выполнению исключительно тех заданий, где при устранении цели требуется изящный подход и необычные яды. Излюбленная тактика Вененума – использование оперативников, которые разбираются в искусстве травления лучше всех в галактике, если не считать обитателей темного города Каморы. Эти несравненные мастера зелий убивают своих жертв токсичными составами замедленного действия, вследствие чего ассинам без труда удается избежать подозрений. Благодаря обучению и практике в кладе, они умеют производить губительные составы из самых базовых компонентов. Поэтому в трупах их врагов невозможно найти метаболические следы ядовитых веществ. Пожалуй, самый известный оперативник храма Вененум – Дракон Ван Горич, возвысившийся в середине М-32 с начала до великого магистра ассасинов XII по счету и затем фактически до единовластного правителя империума. Тот период в истории ознаменовался немыслимой разрушительной войной со зверем, самым могучим морочим вожаком со времен битвы за Уланор. После тяжелейшей победы Максимус Тейн, лорд, командующий империума и магистра Ордена Имперских Кулаков, отправился в многолетний крестовый поход и назначил Ван Горича своим местоблюстителем. Уже вскоре после его отбытия Дракон казнил практически всех других верховных лордов, которых считал виновниками страшных потерь человечества, причем генерал-фабрикатора Марса он устранил лично. Правление Ван Горича продолжалось около века, и первые 80 лет оказались вполне благотворными для человечества. Однако затем невероятное напряжение, связанное с руководством колоссальным государством, сказалось на умственном здоровье диктатора. Дракон выпускал бредовые дикты, устраивал неоправданные кровопролития, безо всяких причин массово переселял людей и вручал имперское губернаторство недостойным кандидатам. Планеты голодали из-за того, что Ван Горич перебрасывал на терроресурсы для своих тщеславных проектов. Тронный мир отстроили, но он превратился в красивую безделушку, усеянную памятниками, а реальные потребности людей остались без внимания. Наконец эти события привлекли внимание Максимуса Тейна, и лорд-командующий вернулся на терру во главе ударной группировки из 400 космодесантников трех орденов – имперских кулаков, траурных мечей и братства ореола. Хотя драконы защищали только его ассасины, по итогам противостояния уцелело лишь несколько десятков астартес, в основном скаутов. Так, во время решающей схватки, произошедшей на территории храма Эверсер в Арктике, диктатор бросил против 150 имперских кулаков сотню своих берсерков. В том бою с обеих сторон выжил только сам Максимус Тейн, лично застреливший Ван Горича. Постой, ты когда-нибудь слышал историю гибели Конрада Керза?